Так, запись я включила. Кто уже пришел? Здравствуйте! Наконец-то мы сегодня добрались до методов обработки сырья и продуктов, частично при производстве пищевых продуктов. Сегодня мы познакомимся с физико-механическими методами и гидромеханическими методами. Физико-химические методы – это именно механическое воздействие на сырье или же полуфабрикаты. А гидромеханические процессы происходят в присутствии воды, о чем и говорит, собственно, слово «гидро». Так, 18 человек. Ну, минуту буквально еще подождем, вообще уже время. Зима вернулась, выпал снег. Ну, вроде не очень холодно. Конечно, в городе проще, уже чистят, метут, посыпают. Ну, на окраинах и в горной местности, наверное, сложно. 20 человек. Так, 17, 24. Так, сколько нас тут должно быть? Ага, и еще 10. Тут где-то 34-35 человек. 22. Ну, давайте будем потихоньку начинать. Время идет. Итак, в плане лекции вот перечислены те процессы, которые мы будем с вами, ну, коротко разбирать, попытаться представить их при обработке пищевых продуктов. Основные понятия. Вот здесь названа литература книга «Технология пищевых производств» под редакцией Нечаева. Ну, издания были в 2007-2008 году, и в 2013 и 2014 годах вышла книга «Введение в технологии пищевых производств». Она несколько повторяет вот названную книгу, и тоже издана под редакцией Нечаева, но ею можно воспользоваться. Хотя процессы там описаны коротко, есть большая глава о микробиологических процессах в пищевых производствах. И вторая часть вот этих книг обеих, она посвящена именно отдельным технологиям пищевых продуктов. Ну, допустим, технология хлеба и хлебопродуктов, технология там муки и крупы. Ее можно будет использовать, эти книги обе, можно будет использовать при изучении следующей дисциплины «Общая технология пищевых производств». Итак, начнем. Технологический процесс производства пищевой продукции состоит из ряда стадий и операций, которые включают приемы хранения сырья, затем первичную и тепловую часто обработку сырья производства полуфабрикатов, потом окончательное оформление полуфабрикатов в готовые изделия и их реализацию. Ну, если в системе общественного питания, то, как правило, вот сразу реализация, да, по сути, вот такой торговый процесс. Ну, а если это система промышленного производства, то добавляется, как бы, этап хранения на предприятии, потом этап перевозки, этап хранения, ну, где-то уже в торговой сети, в складах общих или склады, которые уже реализуют продукцию, ну, и, наконец, торговый процесс и потом непосредственно использование уже потребителю. Ну, надо сказать, что потребитель тоже может быть разный. Это не только мы с вами, которые приобретаем продукты в магазинах. Ну, может быть, где-то там какой-то мелкооптовый склад, хотим купить запас. Но потребитель может быть и другое производство. Ну, скажем, производят муку, потом вот она проходит все вот эти стадии и поступают на склады хлебопулочных предприятий. Производят хлеб, хлебопулочные изделия, там, булки, булочки, батоны, калачи и прочую прелесть, безусловно, необходимую. И потом уже ее реализуют как готовую продукцию. И продовольственные товары можно, опять же, с некоторой долей условности разделить на сырье, полуфабрикаты и готовую к употреблению продукцию. Мы об этом говорили, но здесь вот напоминается еще и немножко с другой стороны. Сырье – это продукты, из которых готовая к употреблению пищевая продукция производится по полной технологической схеме. Ну, скажем, от зерна до муки, потом от муки до хлеба. Полная технологическая схема. Полуфабрикаты – это продукты, из которых готовая, опять же, к употреблению пищевая продукция производится по сокращенной схеме. Ну, скажем, в общепитие поступают полуфабрикаты, ну, скажем, уже разделанное мясо, мясное филе, замороженное. Потом из него, начиная с разморозки, производят готовую продукцию. Ну, предположим, в системе общественного питания, опять же, какой-то мясной продукт. Ну, и, наконец, готовая продукция – это изделия, которые реализуются на предприятиях общественного питания, в торговле, ну, может быть, какое-то складское предприятие. Итак, полная технологическая схема, сокращенная технологическая схема и готовая продукция – то, что стоит уже в конце технологической схемы. На разных стадиях технологического процесса образуются отходы, которые в зависимости от последующего использования можно подразделить на пищевые, кормовые и технические. Ну, это достаточно четкое деление. Отходы – то, что, ну, как бы ушло от производства в процессе обработки сырья или полуфабриката. Пищевые отходы после соответствующей обработки можно еще употребить в пищу. Ну, вот, скажем, разделывается рыба, там очень большой отход, отходы очень большие – 40-50%, в некоторых случаях даже больше. Ну, вот, икра и молоки, рыбы, можно обычно после посола использовать в пищу. Понятно, что они должны быть доброкачественные, свежие, правильно обработанные, от рыбы здоровой. Ну, они не принесут болезни, но могут принести каких-то паразитов. Хрящи осетровых рыб, кости тоже можно как-то использовать в пищу, сварить из них бульон, скажем. Может быть, что-то достаточно еще мягкое измельчить и добавить к фаршу из, скажем, мяса филейного. Ну, вот это вот тоже пищевые отходы. А пищевые отходы предназначены для человека, для использования в питании человека. Ну, скажем, после, опять же, рыбы остаются различные внутренности, из них можно использовать только печень. Печень используют в консервах, печень солят, в некоторых случаях коптят и используют как такой вот дополнительный продукт. При переработке мясной туши крупного или мелкого рогатого скота остаются так называемые субпродукты. Опять же, это внутренности, многие из которых используются как пищевой в дальнейшем продукт. Ну, и такая вот мясная обрезь, говорят, кусочки мяса небольшие, их тоже можно использовать и используют. Кормовые отходы используют в качестве корма для крупного и мелкого рогатого скота. Ну, что-то можно для свиней, что-то для птицы, скажем. В основном это кормовые отходы при переработке растительного сырья. Они состоят из остатков готовой пищи. Когда-то было даже такое течение, что вот остатки готовой пищи собирали поквартирно. Каждый день машина забирала вот эти вот отходы. Ну, видимо, остатки пищи, кусочки, может быть, хлеба. Вот, и очистки овощей, которые образуются, ну, в общем-то, и в домашнем хозяйстве, и в системе общественного питания, ну, более так, объемно. Вот, кроме картофельных, которые идут, могут идти на получение крахмала. Вот эти вот остатки могут использоваться в качестве корма. Ну, при переработке рыбы, скажем, вот, внутренности, они могут использоваться для питания уток. Вот, птица водоплавающая, она, в общем-то, потребляет это. Ну, и еще что-то можно найти. Ну, вот, готовят, допустим, сейчас корма для кошек, для собак. Там есть включение именно кормовых отходов при переработке мяса и рыбы. Технические отходы. Ну, вот здесь написано, жир промывных вод применяют в качестве сырья для различных отраслей промышленности. Ну, надо сказать, что такого рода технические отходы сейчас перерабатываются нечасто. Во-первых, чтобы переработать их, потом использовать в качестве сырья, ну, как смазочные, скажем, материалы, их нужно много. А поскольку существуют в основном небольшие предприятия, ну, скажем, в системе общественного питания, то не образуется большого количества таких отходов, значит, их и невыгодно собирать и еще как-то использовать. Ну, нужно сказать, что применение современных моющих средств для посуды, для, скажем, ну, вот кухонной посуды, там, кастрюли, сковороды, казаны, что-то еще, вот, позволяет хорошо утилизировать вот эти жировые отходы. Ну, и потом в системе переработки сточных вод, бытовых сточных вод тоже многое делается, чтобы еще до попадания в какие-то бассейны, собирающие сточные воды, вот, они обрабатывались очень серьезно, не только просто отстаивание, скажем, или там, флотация. Вот, что такое флотация, мы сегодня разберем, ну, и различного рода тепловая, ферментативная, где-то химическая обработка дает возможность утилизировать потом и использовать вторично воду и источные воды. Важными отраслевыми нормативными документами являются различные стандарты, технические условия, технологические инструкции, и в них, в сборниках, особенно рецептур, нормы расхода и нормы отходов являются обязательными для системы предприятия общественного питания. Ну, для производств разных переработки мяса, молока, рыбы, других продуктов тоже существуют различные стандарты, технические условия, требования к качеству, инструкции по упаковке, транспортировке, хранению тех или иных продуктов. И там тоже приводятся способы обработки сырья, и там же приводятся нормы выхода продукции и нормы потерь. Любую инструкцию, если вы полюбопытствуете уже на сегодняшнем, так сказать, на сегодняшнем этапе обучения, в любой инструкции вы вот это найдете. В технологическом процессе производства пищевой продукции выделяют, как правило, две, ну, такие основные технологичные именно стадии. Это первичную и тепловую обработку продуктов. Задача первичной обработки сырья состоит в производстве полуфабрикатов. Первичная обработка включает сортировку сырья, удаление загрязнений, несъедобных и малоценных частей, деление продуктов на части, имеющие неодинаковую пищевую ценность, ну, часто еще придание продуктам соответствующей формы, размера, компоновку продуктов между собой и многое другое. Вот сегодня мы начнем изучать, ну, и постепенно постараемся выстраивать вот этот порядок первичной обработки. Главная задача тепловой обработки – это доведение полуфабрикатов до готовности. Причем готовность кулинарная и готовность с определенной степенью сохраняемости, которая рассчитанно закладывается для дальнейшего хранения продуктов. Так или иначе, любой продукт, даже самый такой скоропортящийся, что ли, он все равно может и должен храниться до потребления. Хотя бы короткое время, пусть даже это будут, ну, может быть, десятки минут. Но главное все же, вот эта вот готовность характеризуется определенными органолептическими показателями, ну, и часто соответствующей температурой. В общественном питании есть понятие температура подачи. Вот с какой температурой блюдо должно поступить на стол потребителю. Ну, часто она, возможно, выше, чем вот мы ожидаем как потребителей. Но высокая температура еще и связана с тем, что блюдо необходимо защитить от вездесущих микроорганизмов, от возможной даже первичной микробиологической порчи. Органолептические же показатели мы определяем с помощью наших органов чувств. Да, вот именно так. Это внешний вид, это окраска или цвет продукта. Вот то, что мы ловим глазами, да. Зрение у нас имеет высокую скорость ответа. Мы оцениваем вот этот внешний вид, консистенцию, цвет продукта. Ну, какие-то там неоднородности, включение, еще, может быть, что-то. Вот что мы способны увидеть. Практически сразу же, с небольшой задержкой, мы слышим запах продукта. Особенно, если он сформированный, яркий, насыщенный такой. Но обоняние у нас химического характера, да. Поэтому нужно немножко больше времени, чтобы наши контакты уловили вот эти химические вещества, составляющие запах, отправили сигналы в кору головного мозга и получили какой-то ответ. Ну и, наконец, когда мы уже берем какую-то часть продукта и начинаем ее вкушать, вот мы ощущаем вкус. Причем это тоже такое очень сложное ощущение. Прикасаясь губами к продукту, мы чувствуем консистенцию и какой-то первичный, такой более яркий оттенок вкуса. Вкусовые клетки, рецепторы, ну вы знаете, я думаю, у нас располагаются в основном на языке. Причем они, ну как бы областями такими, участками. Ну, в общем-то, нет такого, где были бы вкусовые рецепторы, отвечающие за восприятие одного какого-то вкуса. Они перемешаны между собой, ну и как-то локализованы. Это да. Вкусовые рецепторы частично находятся даже также на внутренней поверхности щек, внутренней поверхности губ. Ну, вот это нюба тоже все это участвует в восприятии вкуса. Ну, в основном, когда мы начинаем уже пережевывать как-то пищу, адаптировать ее вот внутри житовой полости. Ну, и дальше, когда пища уходит уже по пищеводу, тоже, я думаю, что слышали вы, что вот ощущение горького вкуса у нас в задней части языка уже как бы вот в гортане немножко находится. Горький вкус часто бывает сигналом невосприятия продукта. Не всегда, но часто. И поэтому там, где вот рецепторы горького вкуса, где-то рядом находятся и рецепторы, которые могут сигнализировать и, ну, как бы устроить нам отторжение вкуса, отторжение продукта. Тоже это все, ну, система защиты организма, если хотите. Ну, и, конечно же, пережевывая пища, мы еще раз оцениваем консистенцию, еще раз оцениваем температуру пищи. Вот не только вкусовые вот эти вот. Ну, и поскольку у нас между, ну, существует такое понятие носоглотка, да, вот все полости связаны, то и запах, особенно отдельные его оттенки, лучше воспринимаются уже при пережевывании пищи. Многие продукты после тепловой обработки размягчаются и приобретают лучший внешний вид, вкус и запах, поскольку в ходе тепловой обработки под действием, собственно, повышенных температур могут происходить процессы гидролиза, мацерации, вот размягчения, процессы, ну, скажем, гранализации, это изменение сахаров, и мы откликнемся, ну, какими-то новыми вкусами. Ну, и что очень важно, тепловая обработка способствует обеззараживанию пищи, так как тепловая, высокая, простите, температура губительно действует на микроорганизмы, которыми обсеменены многие продукты. Мы не питаемся стерильной пищей, ну, разве что в каких-то случаях, о которых, наверное, лучше не вспоминать, да, когда вот необходимо стерильная пища, слишком слаб организм, чтобы справиться. Ну, а, в общем-то, даже если мы открываем, ну, скажем, банку с продуктами, которые считаются там промышленно стерильными, с консервами, да, вот в первый момент они не имеют действительно заражения микроорганизмами. Ну, и в следующую секунду они уже тут как тут, и мы потребляем вместе с ними. Первичная тепловая обработка пищевых продуктов включает следующие группы процессов. Механические, гидромеханические, тепловые, биохимические, химические, ну, и отчасти микробиологические тоже используются, но в особых случаях. Если мы имеем в виду те процессы, которые воздействуют на сырье, на полуфабрикаты, ну, в некоторых случаях и на готовую продукцию, то мы должны иметь в виду, что внутри продукции тоже происходят изменения. Вот химические те же процессы, обработка какими-то химическими веществами, используются достаточно редко. Есть кое-что еще, но это редкость уже. Зато под действием, опять же, температуры, под действием ферментной обработки, скажем, в самих продуктах могут происходить какие-то химические изменения. Механический процесс представляет собой механическое воздействие на продукты, воздействие какой-то силы, какой-то механики, сортирование, измельчение, перемешивание. Ну, я думаю, что вы так представляете себе, да? Взбивание, прессование, дозирование, формование, придание формы. Вот это, ну, в подавляющем весе, если даже не абсолютно чисто, но все-таки механические процессы. Гидромеханический процесс заключается в гидромеханическом воздействии на обрабатываемые продукты. То есть обязательно есть вода. Это мойка, это замачивание, осаждение, фильтрование, ну, что-то еще мы назовем. В основе тепловых процессов лежит разность температур взаимодействующих средств. Нагревание, охлаждение, ну, есть такое выпаривание, конденсация. Вот это тоже будем мы с вами изучать. Биохимические процессы вызываются ферментами, но в основном биохимические процессы либо специальная обработка, либо те процессы, которые идут еще в живом сырье. Потому что ферменты, вещества белковой природы, да, они достаточно лобильны, и под действием различных внешних факторов они очень быстро теряют свою силу, инактивируются. Химические процессы – это результат введения веществ, которые реагируют составными частями продукта в заданном направлении. Ну, скажем, при мариновании продуктов, это может быть рыба, мясо, ну, чаще там овощи, в некоторых случаях фрукты, все может быть. При мариновании добавляют кислоту. Чаще всего уксусную кислоту. И я вам скажу, что добавление уксусной кислоты вот с целью пропитывания, с целью определенных измельчений, изменений, простите, составных частей продукта, вот применение именно уксусной кислоты, но в меру. И там, где именно нужна кислота для такого воздействия, это лучше, чем введение других кислот. Уксусная кислота оказывает прямое консервирующее действие и достаточно активное химическое действие. Поэтому, ну, может быть, исключая продукты для детей разного возраста, специальные какие-то продукты, именно ее и применяют. И все процессы сопровождаются изменениями физических, химических и органолептических свойств продукта. Используют и электрофизические способы. Полиинфракрасный нагрев, обработка токами высокой и сверхвысокой частоты, вот ВЧС, ВЧ, ультрафиолетовая обработка. Не очень часто, и, как правило, для побочных каких-то воздействий, там, уничтожение групп микроорганизмов, скажем, объемный нагрев, вот что-то такое используется, и электрофизические методы. Итак, механические процессы сортирования. Сортирование, как правило, стоит в начале обработки сырья. Ну, если это плодоовощное сырье, оно поступает в значительных количествах, это не два, не три, это обычно десятки килограммов, ну, система общественного питания меньше, домашняя кухня тоже меньше, ну, а если это переработка растительного сырья, плодоовощного, то там идут тонны, десятки, даже сотни тонн. Понятно, что сырье, которое собирается часто механизировать, ох, простите, оно представляет собой определенную смесь. В сырье, в сырьевом потоке, в сырьевой массе, как говорят, есть включение, которое, собственно, к сырью-то и не относится. Это может быть части растений, это может быть включение, скажем, почвы, песок, какие-то камешки небольшие. Но, как правило, вот комбайн, который собирается ее, он отсеивает примеси, но не все, не стопроцентно. Это могут быть другие какие-то плоды, или зерна, скажем, семена. Это могут быть, в конце концов, и насекомые, которые вот сидели спокойно на веточке, а тот комбайн все забрал. Так что все вот это необходимо, конечно, отобрать. Говорят, отсортировать. Но потом, когда мы отбираем вот эти примеси, то тоже остается сырье неоднородное. Оно может быть несколько разного размера, оно может быть несколько разной формы, даже если это, ну, предположим, томаты одного сорта. Вот их посадили, чтобы потом из них произвести томатный сок или томатную пасту, или там томаты, скажем, натуральные в томатном соке, вот такую вот еще консерву, они все равно будут собираться неодинаковыми. Будет отличаться форма, будут отличаться размеры, будет отличаться окраска, которая сигнализирует о степени зрелости, да, для томатов. И тоже нужно будет все это, опять же, подсортировать. Различают два вида разделения продуктов, такие вот основные, скажем. Это по качеству, окраска, состояние поверхности, консистенция, наличие каких-то повреждений, скажем. И по размеру, опять же, на фракции, то есть сортирование по крупности. Но это могут быть размеры плодов. В некоторых случаях учитывается, скажем, длина плода. Ну вот те же цилиндрические плоды, огурцы, скажем, кабачки, вот такой вот достаточно, я думаю, понятный пример, да. Вот есть банки, скажем, с консервированными огурцами, там огурчики все мелкие, буквально где-то 5-7-9 сантиметров. И написано корнишоны. Вот так. А есть, скажем, ну там уже пишут просто огурцы, а вообще есть немножко покрупнее, где-то до 11-12 сантиметров, говорят зеленцы. А уже крупнее, ну уже называют, так сказать, своими словами огурцы, да. Или просто мелкие, средние, крупные. Это для удобства потом и самого процесса укладки, скажем. Ну, вот это вот закончим. И для удобства, скажем, обработки, особенно для механической обработки, вот это вот нужно. В первом случае сортирование производят вручную на переборочных машинах путем органолептического осмотра и с удалением неполноценных экземпляров. А во втором случае путем просеивания и калибрования. Калибр по-немецки размер. Инспекции, вот первые, называют осмотр сырья и отбаковку непригодных по той или иной причине экземпляров. Вот в данное производство они не подходят. Ну, это битые, несозревшие, пораженные болезнями, пораженные вредителями экземпляры. Это как таковая, как таковой отбор именно примесей, которые вообще не являются сырьем. Вот это первый уровень, это инспекция. Инспекция производится для плодоовощного сырья. Ну, там зерновое, масличное, мы сейчас не будем трогать. Вот то, что непосредственно идет. При просеивании каких-то продуктов, ну, обычно сыпучие соль, сахар, мука, крупы, скажем, ну, специи в некоторых случаях, через ячейки сита проходят частицы, размер которых меньше ячеек. То есть проход, то, что проходит. А на сите в виде отходов остаются частицы размером, превышающим размеры отверстий. Это сход. Ну, есть самые разные сита, из самых разных материалов, металлические, там, из капроновых, шелковых, там, проволочных каких-то материалов. Вот, применяют их в основном для обработки вот таких вот сыпучих продуктов. Ну, и как происходит обычно, ну, кажется, вот, плодовощное сырье вроде понятно, да? А как сортируют мясо? Ну, во-первых, по виду убойных животных. Вот это говядина, вот это баранина, да? По возрасту мясо, скажем, молодняка, мясо взрослых животных. По упитанности мясо с хорошей развитостью мышц, вот, и определенным количеством накопленного жира. По термическому состоянию мясо парное, мясо остывшее, охлажденное, замороженное, там, размороженное. Вот что-то такое мы немножко упоминали. Ну, и потом вы знаете, что мясную тушу разделывают в торговле, в общественном питании, в консервных предприятиях несколько по-разному. Но выделяют отрубы и куски, которые отличаются количеством мякотной и соединительной ткани. То, что напрямую едят, и то, что, в общем-то, можно использовать, но как бы не напрямую. Количеством костей, жира, консистенцией мышечной ткани. Вот все это учитывается, и все это по существу сортирование. Сортирование рыбы по виду, по внешнему состоянию, по размерам. Вот это первичка. Ну, а потом рыбу разделывают и тоже выделяют, скажем, филе. Чистое такое мясо, чистые мышцы, которые используются именно для питания. А костную массу части рыбы, скажем, головы, хвосты, плавники, их тоже отделяют. И как-то там могут использовать, безусловно. Ну, и сортирование молока. Молоко разных животных. Крупного рогатого скота, да, коров. Ну, есть еще мелкого рогатого скота, козьи, овечьи. Очень ценное молоко. Кобылиц. Вот сейчас верблюжье молоко у нас идет в переработку, исследуется активно. Молоко сортируют по жирности, и на упаковках с молочными продуктами мы вот этот вот процент, простите, жира обязательно видим. Для детского питания молоко сортируют еще и по белковости, сколько белка содержит. Ну, и обязательно, если это необходимо, выделяют какое-то молоко определенной жирности и молоко определенной белковости. Вот тоже вот это вот. Ну, в некоторых случаях фиксируют содержание, ну, скажем, витамина С в продуктах. Вот для детского питания иногда это делается. Так, ну, поскольку нас с вами предупредили, что у нас тут кончается время, вот я вижу 22 человека, ну, 23-е я. Я останавливаю демонстрацию. Мы вернемся с вами в 10.40, да, по расписанию, ребята, потому что, ну, проверяют нас лишний раз. И будем дальше рассматривать. Так. Ну, я вижу не так много. Я, конечно, не уловлю всех, кто есть, поэтому я попрошу старост, ну, прислать мне все-таки данные. Так. Первую часть мы завершаем. Спасибо. 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 Спасибо.